Дорогие друзья, добрый день! Меня зовут Евгений Бужьев. Сегодня хочу ответить на многочисленные вопросы людей, которые спрашивают, как похудеть. Дело в том, что бывают разные причины полноты. Бывает полнота из-за того, что накапливаются шлаки в организме. Бывает полнота из-за того, что накапливается жидкость в организме, связанная с нарушением лимфатического тока. Бывает эндокринная полнота. Но практически все виды полноты лишнего веса завязаны на один момент. Один пусковой момент. Это нарушение саморегуляции очищения организма. В норме у нас из организма все шлаки должны выводиться. Для этого существует несколько систем, которые этим занимаются. И в норме должно быть так. Но, к сожалению, по каким-то причинам у очень многих людей с течением времени эта система способности саморегуляции, самовосстановления, самоочищения, она почему-то утрачивается. Как показал мировой опыт, во многом нарушение вот этой системы самоочищения связано именно с питанием. С механизмом, даже не с механизмом, а с регулярностью, что ли, приема пищи. Так вот, если вы хотите убрать лишний вес не на время, а вообще в принципе, да, то есть восстановить механизмы самоочищения, саморегуляции, вот, то, соответственно, надо восстановить, запустить снова те процессы, которые были нарушены вашим неправильным режимом питания. Вот об этом я сейчас вот и хочу как раз рассказать. Дело в том, что существует система, очень простая система, она в интернете называется 16-8, которая позволяет как раз запустить систему самоочищения. Что это такое? Речь идет о том, чтобы 16 часов был промежуток между последним и первым приемом пищи. То есть удобнее это делать в ночное время. Например, вечером в 6 часов вечера поели и утром до 10 утра вы ничего не едите. Пить воду можно, но только воду, да, потому что любые напитки другие, они воспринимаются как пища. Поэтому, вот если вы сделать, а 8 часов там в течение дня, например, с 10 утра и до 18 вечера вы разделяете пищу на 3 приема. Старайтесь не делать много приемов пищи, то есть чтобы не было никаких перекусов. А именно там, например, в 10 часов поели, там в 2 часа дня поели и в 6 часов вечера поели. Все, то есть 3 нормальных полноценных приема пищи. Здесь уже другое дело, там 10 уже дело, что вы будете в эти 3 приема пищи есть. Там тоже есть определенные механизмы, но в данной системе это не главное. Главное, чтобы не было питания между вот этими 3 приемами пищи и потом с вечера и до утра, до 10 утра вы тоже ничего не ели. Вот что дает такая схема питания? Она позволяет запустить, восстановить процесс на клеточном уровне, который называется аутофагия. Аутофагия это когда клетка потребляет вот те шлаки, те ненужные, неправильно работающие структуры, которые в ней уже самой накопились. Дело в том, что мы говорили, что можно чистить наш организм, существует там система очистки, но не только с самой тонкой уровень, это межклеточная жидкость. То есть саму клетку почистить невозможно. Снаружи да. Но существует механизм, когда клетка сама может себя почистить. Так вот, для того, чтобы этот механизм запустился, у нас должен быть промежуток между приемами пищи, вот этот большой, 16 часов. За это время, вот ученые посмотрели, посчитали и выяснили, что где-то после 12-часового перерыва между приемами пищи, начинается как раз вот этот процесс аутофагии. В клеточках запускается. Вот, ну еще 4 часа даем им на то, чтобы они немножко себя почистили. То есть вот 16 часов, это тот промежуток времени, который нужен для того, чтобы клетки начали самоочищаться. И если вы войдете в такой режим питания, то это уже основное и самое главное, с помощью чего вы можете начать наводить порядок в своем организме. О том, что есть в приеме пищи, как есть, когда есть, это тема особого разговора, об этом мы поговорим потом, но сейчас, хотя бы для начала, вы можете попробовать просто-напросто вот такой простой механизм. Совершенно несложно его начать, и вы сами убедитесь буквально в первые же месяцы в том, насколько эта система эффективна. Благодарю вас. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok